Привет из Беларуси! Герой нашего сегодняшнего видео – дёрен. Когда мы говорим об этом растении, мы обычно представляем дёрен белый. Есть два очень популярных сорта – это элегантисима и сибирика. Но у меня несколько другой вид дёрена. Я это определила по цвету побегов, потому что у дёрена белого побеги остаются в зиму такого ярко-красного-бордового цвета. А у этого дёрена они зелёно-жёлто-оливковые и такие яркие, вот жёлто-оливковые, остаются всю зиму. Это дёрен отпрысковый. Сорт называется white gold – белое золото. И действительно, это белое золото моего сада. Это одно из первых растений, которые я купила как-то. Делала этот сад, отделала я его с нуля. И рос он сначала в другом месте, на полном солнце. Но там, когда разросся, места не хватило. Никто не ожидал, что он займёт такие размеры. Поэтому был пересажен уже в довольно взрослом возрасте. Год подумал, прижился и стал расти ещё лучше. Вот здесь полутени. Смотрите, сейчас утро, и соседское строение закрывает всё южное солнце. Солнце придёт только потом с юго-запада сюда. И дёрен хорошо переносит как тень, полутень, так и полное солнце. При том, что окрас его листьев меняться не будет. Они не будут менее выразительными в тени, как может быть у других кустарников. Поэтому такой кустарник подойдёт к любому месту. Кроме того, дёрен – одно из немногих растений, которое может вынести весеннее замокание. Ну, не очень продолжительное, но всё-таки. Если где-то есть места, где по весне у вас скапливаются вешние воды, то вполне можно посадить дёрен. Он это хорошо вынесет. Дёрен выносит любые почвы. Надо сказать, что вот это его природная форма. А это дёрен от прыскова. Ещё раз, дёрен от прыскова. Это не дёрен белый. Это природная форма. И ветви у него расположены несколько не так, как у дёрена белого. Они стремятся лечь на землю и укорениться. Вот в этом одна из особенностей такого дёрена. Но сам по себе скелет его, когда вот листья падают, сам по себе очень красив. Вот жёлто-оливковые вот эти ветви. Они такие непрямые, а со всякими изгибами. Очень красиво смотрятся даже зимой на фоне тёмного здания. Поэтому такое растение всегда подсветит тёмное место, сделает его ярким, праздничным, нарядным. Но надо учитывать размеры взрослого растения. Я вот сейчас вам показываю взрослое растение, которому больше 10 лет. Сколько места занимает такой дёрен? Он, как видите, не очень высок. Ну, метра там два с половиной. Но зато разрастается в ширину. Тем самым нарушая мою всю-всю композицию садовую. Потому что дёрен, смотрите, как разросся, что закрыл мне самшит. Тут три стриженных, красивых, круглых куста самшита. Они должны были сочетаться у меня с самшитом, который растёт возле дома. Но, к сожалению, дёрен всё закрыл. Поэтому сейчас, скорее всего, я самшиты буду из-под него доставать, пересаживать в другое место. Кстати, взрослый самшит хорошо переносит тоже пересадку осеннюю, когда уже солнце не жжётся и когда много дождей. Я так делала, могу вам это сказать ответственно. Вот. Значит, цветки у такого дёрена, они невыразительные. Он цветёт у меня один раз. Вот на концах побегов ещё плоды остались. Здесь цветки белого, молочного белого цвета. И они сливаются с фоном листвы. Потому что листва очень яркая, такая ярко окрашенная. И, конечно, такие цветки белые, они не видны на этом фоне. Есть такой дёрен с зелёными листьями. Вот на фоне зелёных листьев такие цветки будут видны. Цветки и соцветия. Ну, а на моём дёрене он нарядный каждый год, весь сезон. И это не просто там словесная формула, ещё раз повторю. Весь сезон – это значит и поздняя осень без листьев, и зимой. Так что такое растение украсит любой, буквально любой сад. У этого дёрена очень красивая и яркая листва. Можете сами убедиться, насколько это выразительная кайма. Молочно-белого цвета. Зелёный цвет листьев тоже необычный. Такой не ярко-зелёный, а ближе к такому зелёно-оливковому. Получается очень красиво, выразительно. Ну вот, видите, цветочные коробочки. Потому что второе название – бузина у этого кустарника. А вот и цветки мы можем ещё видеть, потому что на некоторых ветках бывает и повторное цветение. Но, как видите, цветки невыразительные. Они сливаются с листвой, их не видно. Сейчас август. Куст красив с момента распускания листьев и до момента их опадания. Ну, чтобы вы лучше видели устройство ветвей. Вот, смотрите. Вот такая ветвь. Она растёт вниз, паникает, уходит туда под другие кустарники. И там старается прижиться. Вот ещё одна ветка, которая пускает этот куст. И тоже все они стремятся улечься на землю и на влажной земле укорениться. Вот уже, смотрите, я присыпала вот эту ветку. Вот она. И, надеюсь, весной уже достану готовое растение. Так просто можно размножить этот кустарник. Обычно всех волнует вопрос, как же ухаживать за этим растением. Так вот, я вас обрадую. Никак. Дёрен не требует ухода. Вообще никакого. Ни подкормок, ни поливов. Вот обрезка только если он уже стал мешать. Вот как у меня, нижние ветви я обрежу. Можно осенью, можно весной. Это никак не скажется на красоте всего растения. Так что растение это для новичков, для тех, кому некогда ухаживать за садом. И для тех, кто считает, что не мы для сада, а сад для нас. То есть растение, которое нужно просто посадить. И, как видите, выбрать ему место, где он сможет раскинуться, как ему положено природой. И вот эта природная красота, она не требует никаких наших усилий. Это ведь замечательно, правда? Ну а на сегодня у меня всё. Заходите на канал, посмотрите видео. Если понравится, подписывайтесь. Ну а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.